Привет, девчонки и мальчишки! Малыши и малышки! Мы с вами продолжаем решать задачи по математике. И сейчас настала очередь второй задачи. Интересно, а что это за задача такая? Давайте посмотрим. На лугу паслись две козы и три коровы. Сколько всего животных было на лугу? Ага, начинаем думать. Отвечаем на первый вопрос. А сколько коз паслось на лугу? Ага, две такие маленькие козочки. Паслись на лугу. Значит, всего коз было две. Так, запомнили. Тогда мы с вами отвечаем на второй вопрос. А сколько коров паслось на лугу? Ага, три коровы. Значит, у нас есть две козы. Вот я записал цифру два. Две козы и три коровы. Написал три. Две козы и три коровы. А спрашивается, а сколько всего животных было на лугу? Значит, мы должны сложить два и три. То есть к двум прибавить три. Два плюс три. Вот такой вот у нас пример получился. Сколько всего животных было на лугу? Помните, вот здесь вот у нас было две маленькие такие хорошенькие козочки. А здесь были три такие хорошие, упитанные три коровы. А сколько всего у нас получилось? Два плюс три. А два плюс три будет пять. Два плюс три будет пять. Сосчитаем. Раз, два. Две козы. И еще три коровы. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну, тут зайцев у нас нету. Значит, записывается это вот так. Два плюс три будет пять. Ответ. Всего животных на лугу было пять. Пять животных. Две козы и три коровы. Два плюс три будет пять. Два плюс три будет пять. Два плюс три будет пять. А если бы я спросил, ну-ка, ответьте мне на такой вопрос. А если было сначала три коровы, а потом две козы? То есть три коровы и две козы. Сколько всего животных было на лугу? Не две козы и три коровы, а три коровы и две козы. А? Ага. Ну, кто ответил на этот вопрос? Я ответил. Пять. Какая разница, два плюс три или три плюс два? Пять. Все равно животных было на лугу. Вот такую мы с вами интересную задачу решили. Ну, будем дальше решать задачки. Но это уже будет в следующем фильме. А пока молодцы. Все, всего вам доброго. До свидания. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин